Это программа «Особое мнение». Меня зовут Ольга Журавлёва. У нас в гостях, как и полагается, Виктор Шендерович, литератор, публицист. Здравствуйте. Здравствуйте. Хочется начать с предстоящего праздника. У нас завтра 1 сентября. И вот накануне 1 сентября решение о присвоении имени Виталия Ивановича Чуркина столичной гимназии номер 1522 было принято на заседании городской межведомственной комиссии по наименованию. Порядки исключения. По просьбе Объединённого народного фронта при поддержке министра Лаврова и вдовы народного дипломата Ирины Чуркиной Собянин сделал это исключение. Ну вот радостная новость. Школа будет носить имя легендарного выпускника. На школьной линейке и в классах будут говорить о Виталии Ивановиче Чуркине, человеке, который приумножил славу России и внёс неоценимый вклад в её настоящее будущее. Народный дипломат, он называется во всех выступлениях. Да, да, да. Что ты хочешь, чтобы я тут комментировал? Что неожиданного произошло? А вот произошло что-нибудь неожиданное? Да нет, ну вот памятник Калашникову, имя Чуркина. Ну выдающиеся люди. Абсолютно, да. Ну за разные себя выдавали, да? Нет, разные случаи, но тем не менее тренд совершенно понятный. Значит, вот это, мы продолжаем эту, продолжаем эту галлюцинацию, продолжаем эту галлюцинацию советско-имперскую к советской, имел прямое отношение, да, к Калашникову. И автомат Калашникова, это, собственно говоря, действительно в каком-то смысле, это наш символ. Вот этим мы миру-то и запомнились. Более всего, я думаю. Потому что универсальное орудие убийства, которым мы снабдили всех людоедов мира, вся Африка, весь Юго-Восток, всё, весь мир затоварили этим универсальным орудием убийства. Я им пользовался в тренировочных целях в армии. Орудие уникальное, действительно грандиозное. Но именно это, обратите внимание. Вот, да, АК-47, АК-74, да, вот Калашников, Россия. Я узнаю брата Колю. А Чуркин? Это же совсем другое время. Нет, смотри, значит, это то, чем мы, это то, чем мы славны в мире. То, да, вот поэт Пушкин, фрукт яблока, да, вот это часть носа носа, да, Россия, автомат Калашникова, орудие убийства, да, это про нас знают. Чуркин – это вот уже новейшая галлюцинация. Новейшая галлюцинация имперская. Это то, что связано с этими новейшими имперскими галлюцинациями. И это всё, в общем, единая симптоматика, конечно, это единый ДНК. Поэтизация силы – это принадлежит выдающемуся театральному критику Инина Танни Соловьёвой. Это было сказано лет 70 назад, про позднюю советскую такую драматургию 50-х, до Володина, да, до Володина, до Розова, вот тут, поэтизация силы. Вечная наша поэтизация силы, да, вечное вот это качание мускулов, вечное, так сказать, сцепленные зубы, вечное строительство чего-нибудь великого против всего мира, противостояния всему миру. В этом смысле, да, и Калашников, и Чуркина поразительным образом, так сказать, вот… Не соглашусь хотя бы потому, что раньше, вот, чьими именами называли школы и пионерские дружины? Каких-нибудь революционеров, каких-нибудь действительно вооружённых Калашниковым людей, да? Тогда… А здесь дипломат, это уже совсем другая история. Нет, какой он дипломат? Ну, Оля, какой он дипломат? Какой он что-то… По должности. Ну, по должности и Риббентроп был дипломат. Между прочим, его именем тоже можно что-нибудь назвать. Можно что-нибудь назвать запросто, огромный вклад внёс в особый путь Германии, который мы очень хорошо помним, по несчастью, да? Не дали забыть, да? Мало ли кто был дипломатом, вешали таких дипломатов, да? Значит, ребят, случай, конечно, разный, Чуркина с Риббентропом, но только про дипломата не надо, он был видным, он был голосом, внешним голосом, да, наружу этой преступной власти, да? С ним ассоциируется, во-первых, с ним ассоциируется очень многое, ещё южнокорейский «Боинг», он был преступным голосом двух властей, и советской, вот, кстати говоря, о наследии, потому что это он врал про то, что мы не сбивали южнокорейский «Боинг», это он врал, и он продолжал врать всю свою, да, всю свою трудовую деятельность. С его смерти прошло достаточно времени, чтобы мы не стеснялись говорить правду, да? То, что эти люди, которые лгали, покрывали убийство от имени разных государств, от имени СССР он покрывал убийство, от имени России, Путинской, он покрывал убийство. Дипломат, да. Работа такая? Работа такая, ну, у Риббентропа тоже была такая работа, между прочим, это была главная, повторяю, линия защиты всей нацистской верхушки, всех, да, осуждённых. Работа была такая, у Геринга тоже была работа, у всех своя работа. Значит, ребят, чёрт с ним, с Чуркиным, да? А вот мы, вот дети, которые будут под этим знаменем расти, да, дети, которых заставят, так сказать, стоять по стойке смирно под очередным салютом возле портрета убийцы, человека, который покрывал убийство, лгал, да, южнокорейский лайнер, предшественник малазийского. А он лгал и про тот лайнер, и про этот лайнер лгал. И новое поколение детишек растится под этим флагом, под этим знаменем. И на перекрёстке, напротив дома, где жил Чехов, Чехов на Малой Дмитровке жил, братцами. Не говоря о том, что Висборг жил в этом же доме, Висборг жил. Я был в гостях, берёшь, вот в этой высотке, да, напротив. Не Висборгову, не Чехову, Калашникову. С приехалом вас, с 7-метровой будет стоять Калашников. Это всё вместе, всё по отдельности над этим можно смеяться. Всё это вместе, такая поганая симптоматика. Мы такими размашистыми шагами идём в такое болото. Собственно, мы, конечно, пришли, мы уже там кругами ходим в этом болоте довольно давно. А в чём главная причина того, что мы в это болото пришли и ходим в нём? Мы сами туда пришли? Нет, мы, ну, мы сами, разумеется, пришли, потому что позволили себя возглавить упырям и ворам, у которых, собственно, какой другой идеологии особенной быть не может. Они только на героизме нас будут, только вот будут лгать и героизировать, и поэтизировать силу, как было сказано, я уже цитировал. Поэтизация силы. Вот наше противостояние проклятому Западу, да, последний оплот духовности, да, нашей загадочной, вот это вот христианство, которое только мы, на самом деле, истинное, а все остальные давно и так далее. Вот это всё, вот этот весь отстой, по-русски говоря, современным языком. Вот этот весь отстой. Он стал государственным отстойом. Он всегда был, и в любой стране он есть. Так сказать, такие мозги деформированные в сторону такого ура-патриотизма, в сторону изоляционизма. Это время от времени, да, мы не единственные. Есть Венгрия, есть Польша современная, которая идёт за нами размашистыми шагами в нашу сторону. Там тоже героизация. Хотя вроде бы от нас бежит. Не-не-не-не-не, это тоже самое, да. Это просто мы почасовой, а они против часовой, но мы бежим в одну точку, да, то, что они антикоммунисты. Это под Авлатову, да, больше коммунисты. Хуже коммунисты, только антикоммунисты такие. Они на антикоммунизме. А тема та же, изоляционизм, какая-то победы Польши. Я вот сейчас это вижу там довольно подробно. Вот. Не мы одни такие. Но, конечно, наш случай просто, во-первых, более тяжёлый для человечества по понятным геополитическим причинам. Большие размеры и большие бомбы. Большие размеры. Мы побольше, чем Польша и Венгрия, да, вместе взятые во сколько-то десятков раз, да. Последствия могут быть тяжелее. И галлюцинации сильнее, соблазн сильнее. Польша может валять дурака, польская власть сегодня, и требовать дополнительных репараций от Германии, да. Совершенно очевидно, что это, как и в случае с Путиным, предназначено для внутреннего пользования, для того, чтобы поднять рейтинг внутри. Да. Польша, которая хлещет по щекам Германию, требует репараций. Все прекрасно понимают, что не будет никаких новых репараций. Это всё предназначено внутрь. Так же, как у нас-то предназначено, конечно, внутрь. Все наши внешнеполитические, так сказать, демарши, всё это предназначено для укрепления внутри власти. А народ... А это работает, кстати? Работает, как мы видим. Работает прекрасно. Потому что, если бы это не работало, погнали бы, конечно, тряпками уже давно. Разумеется, потому что... И всех всё устраивает на самом деле. Нет, нет. Вот тут запятая. Вот тут запятая. Потому что всё, разумеется, сложнее в каждом человеке и в обществе тоже. Потому что холодильник деградирует. Россияне, вот по данным Росстат, начали экономить уже на еде. Утечка капитала составляет 19 миллиардов. Совокупное состояние 10 богатейших семей России за последний год, правда, выросло на 2 миллиарда. Это связанные явления. Они богатеют. Вот Путин и те, кто вокруг Путина, они богатеют. Те, кто их поддерживает дружным криком «Ура!», нищают. Но, поскольку им в головы залито вот это вот противостояние, вот эта вот особая роль России, особая... Да, предвоевая... Просто военная психология, синдром осаждённой крепости. Не до холодильника, братцы, Россия в опасности. И поэтому Чуркин, поэтому Калашников, поэтому, да, мы в осаждённой крепости. Поэтому 7-метровый Калашников вместо Юрьевича Висбора и Чехова. Это Виктор Шендерович со своим особым мнением. Мы вернёмся через несколько секунд. И снова с вами программа «Особое мнение». Меня зовут Ольга Журавлёва. В студии журналист и писатель Виктор Шендерович. Хочу утешить всё-таки Виктора Анатольевича, потому что такая чудесная новость приходит. Вот российский атомный ледокол «Советский Союз» будет утилизирован. Ну, не всё всё-таки так вот, как вы рассказываете. До какой же степени оно должно было сгнить, чтобы его, наконец, утилизировали? А сколько иголок патефонных из него получится? Да, вопрос такой. Если бы можно было так же утилизировать советское содержимое голов, да, вот это всё, то, что налито в головы, вот это всё. Если бы можно было так же легко это утилизировать, из этого сделать какие-нибудь, да, что-нибудь полезное. К сожалению, да, дракон шварцевский, да, разорванные души, дырявые души. Это лечится гораздо тяжелее. Утилизировать ледокол можно, я думаю, за месяц. А выше мы сколько уже, четверть века долой, а мы всё свеженькие, советские. А Вырыбаев прав в своих словах относить по поводу Серебренникова? Когда он говорит о том, что интеллигенция просто не попрощалась с Лениным там и так далее, он прав, что нужно... Не только интеллигенция, разумеется, но те, кто... Ну, тут вопрос терминологии, мы об этом уже говорили, да, что называть интеллигенцией. Надо уточнять всегда терминологию, я уже говорил. Это Улицк или Меньшов, да? Это Ахиджакова или Никита Сергеевич Михалков, да? Это кто у нас, интеллигенция? Значит, это вопрос терминологический. Но, конечно, не только интеллигенция, разумеется. Страна не попрощалась, разумеется. Что касается интеллигенции... А не брать денег у государства ни под каким видом творческой интеллигенции? Смотри, я уже рассуждал. Устраниться полностью. Я рассуждал на эту тему. Это было бы, конечно, невероятно желательно, но это относится к числу уже совершеннейших фантазий. Это ведь вопрос самоощущения. В Польше в 80-м году власть оказалась в абсолютной моральной изоляции. Она была вынуждена идти, садиться за эти все круглые столы, потому что она оказалась в полнейшей изоляции. То есть это возможно? Оппозицию в Польше. Оппозицию... Не то, что оппозицию не пускали на телевидение. Их звали всех на телевидение. Никто не шел. Человек, который появлялся, да, несколько звезд польских там, элиты, которые продолжали сотрудничать с оккупационной уже властью Ярузельского, послевоенного положения. Пустело. Они входили в кафе, люди оттуда выходили. Пустело вокруг них. Им было некуда... А программу вечернюю не смотрели, а выходили гулять с собаками. Это известная история, как все выходили, демонстрируя свое отношение. Когда пропорции такие, когда власть в абсолютной изоляции, то власть понимает, что так долго продолжаться не может собственным народом. Надо либо выжигать, как герцог Альба, значит, Нидерланды, просто живого места не оставлять, да, просто сжигать всех. Либо надо что-то делать. Дальше внутри самой власти вырабатываются какие-то элементы, которые склоняются... Никто не хочет, чтобы их вешали потом, да, как коллаборационистов. Все уже, да, начинают договариваться. Когда такие пропорции. Когда выстраивается очередь к упырю на поцеловать плечика и взять бабла, и когда он... Да, очередь. Вот сейчас опять будет очередь. Сейчас опять выборы у нас закавычены эти. И опять будет очередь к нему. Из тех же самых и новых набежит. Вот, кстати, хотел спросить по поводу поцеловать плечика. Явно совершенно, может быть, только для меня, не знаю, Владимир Владимирович переориентируется на другой электорат. Вот это вот его выступление перед школьниками, которое будет транслироваться по всей стране. Да, конечно. Его встреча предыдущая с детьми и всякое такое. Вот теперь у нас что изменится? У нас теперь гнойный будет доверенным лицом президента на выборах? Ну, там хватает гноя и без него, не говоря о самом, значит, это не так важно. Но то, что это началось не сегодня, рэпер Птаха, слабая память подсказывает мне, там, певица Вокс, да, все это началось не сегодня. Это какой-то очередной высоколобый интеллектуал там на Старой площади решил, а давайте-ка зайдем вот с этой стороны, вот всех обманем, и будем мы будущим, да, будем мы будущим со страны молодежи зайдем. Стариков просто там уже по инерции дотащим, а эти, да, ну вот они думают, что если он, значит, встретится с какой-то группой дрессированной молодежи, то это он взял электорат, это он победит Навального так, он полагает. Ни черта он, конечно, не победит. Нет, разумеется, среди молодежи тоже найдется прохиндеев, которые, когда он начинал, они за пейджеры шли, помнишь, когда движения, идущие вместе, еще даже не наши, за пейджеры, за тренажерные залы бесплатные, за билеты в кино. Сейчас расценки будут другие немножечко, за пейджер ты уже никого никуда не позовешь, но бабла еще много в стране, вот на этих еще много. Поэтому, конечно, кто-то пойдет, но это уже все. Песок неважная замена овсу. Никакой веры, конечно, нет, никого энтузиазма нет. Какое-то количество частных судеб будет, конечно, устроено благополучно в этом, на короткое время, на какое-то. Не будем отвлекаться на частности. Ясно, что он никуда не собирается уходить. Ясно, что началась предвыборная кампания. Ясно, что он останется, если матушка природы что-нибудь не соорудит, А вот концепция самовыдвижения, собирать подписи, вот это вы себе представляете? Я очень хорошо себе это представляю, потому что ему ассоциировать себя с партией «Единая Россия» и быть однопартийцем Умара Джабраилова... Уже нет, уже. Чего? Уже Единая Россия вчера заявила, что Умар Джабраилов уже нет, нет. Уже нет? Нет. Так поступала и коммунистическая партия. А «Единая Россия» всегда так поступает? Да, и коммунистическая партия всегда так поступала. Перед тем, как посадить, исключались партии. Поэтому партийные не сидели. Ну, я имею в виду... Ну, кстати, кто его посадит, Джабраилова-то, он же памятник. Ну, конечно, он же памятник. Про Умара Джабраилова. Случайность, неприятность произошла. Случайность, неприятность. Я уже говорил, это такой образ понятный. ДНК, он же единый, где ладошку поскости, затылочек, пятку, ДНК-то один. Поэтому любая случайность, любая злоба дня отсылает нас к каким-то общим знаменателям. Итак, Умар Джабраилов, наша элита, член партии «Единая Россия», настаиваю, профессор политических наук, монография «Эффективное государство в контексте глобализации». Бывший сенатор. Бывший сенатор и бывший кандидат в президенты, да? Который в километре от Кремля палит из наградного нургалиевского пистолета в пол и в потолок досадная случайность. И так восемь раз, как в том анекдоте, да? А пера слили вчера, что, значит, ему, оказывается, вместо официантки горничная вроде как принесла ужин. И сенатор был, так сказать, понятный, любой бы из нас... Он сказал, что ничего подобного, что просто ни разу еще не стрелял из пистолета, и вот решил попробовать. И так вот восемь раз получилось, да? Ну, так бывает, так бывает. После его задержания в номере обнаружили какое-то, значит, порошкообразное вещество белого цвета. Я думаю, это зубной порошок. Это сахар. Недавно доказали, что сахар – это тоже наркотик. Это зубной порошок, я думаю. Я склонюсь к зубному порошку. Понимаешь, какая штука? Тут все очень забавно. Вот это, во-первых, элита. Значит, сразу начнем с главного. Он отпущен под подписку о невыезде. Он представляет для России меньшую опасность, чем Алексей Малобродский. Это доказано судебным порядком. Да. Видимо, да. Что же у нас за общество, которому Алексей Малобродский и Кирилл Серебренников представляют большую для которого опасность, чем Умар Джабраилов с наградным пистолетом от Нургалиева, палящий в белый свет, как в копеечке? Ну, это же очевидно. Мы же духовная страна. Что у нас за такое общество? Это такой риторический вопрос. Про Джабраилова. Его арест по обвинению в хулиганстве, его задержание по обвинению в хулиганстве, это все равно, что, значит, задержать Чикатило за переход улицы в неположенном месте. Потому что из Википедии это все вычищено давно. Но те, у кого не отшибла память, помнят про Умара Джабраилова кое-что. Например, что СМИ связывали его как минимум с двумя заказными убийствами. Журналиста Пола Хлебникова и совладельца славянской редисона, американского бизнесмена Пола Тейтума, а также в покушении на жизнь вице-премьера московского правительства Орджоникидса. Ну, мало ли кого с чем связывали. Да, тем не менее, репутация, знаете ли, это их вопрос об общественной опасности, о приоритетах, о правосудии, обо всем. Обо всем. Вот не пострелял бы он в этом Four Seasons, да, вот мы бы и не вспомнили про Умара Джабраилова. Но он нам напомнил, бог с ним или черт с ним, но о правилах игры в очередной раз напомнил. О том, кто у нас элита, что это за элита, кто у нас классово близкий, кто классово чуждый. Вот эти все материи в очередной раз, и так каждый день, каждый день какая-нибудь история. Вот что с Чуркиным, да, именем которого называют, да, именем Новодворской, да, ничего не назвали именем Новодворской Валерии? Нет, Валерия Ленишина? Нет. А именем Чуркина назвали. Кто классово близкий, кто классово чуждый. Слушайте, ну, именем Немцова мост тоже никто не назвал. Да, совершенно верно. Нет, ничего же нового не происходит. Происходит, каждый день дает нам новую симптоматику одного и того же диагноза. Диагноз очевидный. Идет тяжелейшая деградация. На глазах спуск вниз происходит. Происходит не с сегодняшнего дня, но никакой перемены траектории мы не наблюдаем. Мы наблюдаем, что государство настаивает на своей траектории. А вот эти самые 86% пресловутые, продолжая нищать, прямо сказать, нищать, они и у них еще не доходят. Доходят, как всегда, в таких случаях доходят одномоментно как-то. В какой-то момент количество переходит в качество, уже скучно об этом говорить. Какой – неизвестно. Но ясно, что это будет, когда это будет, то мало не покажется. Это азбука. Это азбука. Я про эту социологию уже говорил, но еще раз напомню эту метафору. Она, мне кажется, очень точной. Дрессировщики более всего боятся белых медведей. Белый медведь самый опасный для дрессировки. По одной простой причине. Никакой симптоматики агрессии. Вот у льва кисточка начинает, у кошек хвост начинает мотаться, у бурых медведей там дыбом встает шерсть на загривке. А этот сидит на тумбочке, ест рыбку, выполняет командой. Послушный белый мишка. Потом в следующую секунду он перегрызает тебе горло трессировщику. Никакой симптоматики агрессии за секунду нет. Это к вопросу о социологии при авторитарных режимах. Социология будет в полном порядке до последней секунды. У Чаушеску, повторяю, за неделю до расстрела 97% рейтинга. А потом расстреливают без суда, заметьте, вместе с женой. Так бывает. Или по-другому бывает. Но только в очередной раз, в очередной раз. Ребят, вот симптоматика. Она совершенно ежедневная и недвусмысленная. Каковы будут перспективы, если Путин не уйдет, спрашивает Юрий из Самары. Юрий, а вы думаете, что есть вариант, что он уйдет? У вас какие-то сведения? У вас есть варианты, что он не уйдет? Что не уйдет? В смысле, что он уйдет. Что уйдет? Ну, это... Александровскую Слободу вдруг. Это Александровская Слобода разве что. Но Семен Бекбулатович у нас уже был. Его звали Медведев. Я не думаю, что два раза наш Ваня сходит в том направлении. Нет, не думаю, что будет Александровская Слобода. Хотя сейчас вброшенный разговор о каком-то либеральном вполне наследнике. Вот это все. Это вся ерунда. Это тоже в рамках разводки, я думаю. Я не думаю. За ним слишком много и слишком очевидно глухое раздражение. Слишком очевиден потенциал этого раздражения. Я думаю, для них вполне очевиден, чтобы он рискнул уходить. Если что-то такое будет происходить, это будет означать, честно говоря, переворот. Ничего себе. Это особое мнение Виктора Шендеровича. Никуда не уходить, и мы скоро вернемся. И снова с вами программа «Особое мнение». Меня зовут Ольга Журавлева. У нас в студии писатель и журналист Виктор Шендерович. Пишет нам тут слушатель, а путинские дураки точно относятся к силовикам? Волнуется наш слушатель Владимир. Ничего, да. Ну вот, кстати, об этом, да. История вокруг Серебренникова, не только Серебренникова, но и Малобродского, и масса всякого другого народу, которого сейчас на слух вроде не вспомнишь, но там много всех. Масляева, Итин, да-да-да. Да, много людей. Вдруг, во-первых, выяснилось сегодня, что в деле Малобродского нет экономической составляющей. А что? А вот что, я не знаю. А какая есть? А вот я не знаю. А просто взяли и держат. Прокуратура разобралась. А просто взяли и держат. А что они не на свободе тогда? Ну, значит, что-то другое будет. Так вот еще один вопрос возник. К делу Серебренникова подключилось ФСБ, службу по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом. И даже вот было такое интервью, где был специалист, нам объяснил, что ФСБ лучше работает с интеллигенцией, потому что опыт у них хороший. И они как бы тактичнее, тоньше решают эти задачи. О чем это говорит? Вам ли не знать, кстати, как работает с интеллигенцией? Знаю, знаю. Со мной немножко работали, да. Но это было давно. Интеллигентно, да? Тихо. Тихо, тихо, интеллигентно. Но это было в Советской армии, это было тихо, интеллигентно, страшноватенько, но это другой случай. Другой случай совсем. Само по себе появление вот этой темы, ФСБ, конституционный строй в деле Серебренникова, означает, если говорить русским языком, их явку с повинной. Нет, ничего. Экономического ничего? Нет. Но отпускать нельзя, да? Не может же быть. Органы не ошибаются, ты же помнишь. Органы не ошибаются. Это же утилизировали ледокол, а это же не утилизировать. Органы у нас не ошибаются. Поэтому что-то есть, что-то там есть. Давайте искать, раз уж взяли. А идеологическая диверсия как обвинение у нас, в принципе, еще в ходу? Ну, они все что угодно, как пожелаем, так и сделаем. Понимаешь, Митрич говорил в Воронье и Слободке у Ильфа и Петрова, как пожелаем, так и сделаем. У нас Митричи руководят процессом на всех уровнях. А завтра не было такого, завтра будет, вспомнят, подберут, напишут, задним числом, значит, будет иметь силу. Для вас понятно, цель или причина того, что произошло? С Серебренниковым? Да. Мне кажется, абсолютно понятно. Мне кажется... Ну, слушатели пишут, может быть, фильм «Ученик», там, может быть, «Солнцветнюю ночь». Мы уже осуждали. Вот улеглось за там полторы недели, так сказать, улеглись ощущения. А ощущение такое, что Серебренников пал жертвой разборок в нашей элите политической. Силовики положили вниз лицом либералов. Силовики дали пощечину либералам. Показали им, кто в доме хозяин. И системным либералам. Они-то воюют не с нами, у нас вообще не существует, Оль, да? А вот там Греф, Чубайс, там всякие Набиулины, вот это все, да, Кудрин, вот это все существует, да? И вот, поскольку еще недавно мы выясняли, говорили, вот пустят Навального на выбор, не пустят. Победит партия вот такого мягкого, так сказать, мягкой иллюзии или победит силовая ломовая партия. Сейчас уже все ясно, кто победит. Никакого Навального на выборах нет, да, ничего этого не будет. Силовики диктуют правила игры. И арест Серебренников, в этом смысле Серебренников, абсолютно оптимальная фигура, потому что друг Суркова, как известно, да, друг этих всех, да, всех системных либералов, в каком-то смысле некоторый знак возможности существовать приличному творческому человеку в этой стране по этим правилам. А это прилично для творческого человека быть в дружбе с такого рода системными либералами? Это вопрос мы зададим Кириллу Серебренникову, когда он выйдет. Для вас? Вот лично выйдет. Лично для меня это невозможно, разумеется, но у меня выгодная профессия по сравнению с Кириллом Серебренниковым. Это тот, что я недоответил как бы на твой вопрос в той части программы. Мне хорошо, я, да, скандалил на бумаге, как Бабель писал, да, я что-то себе сказал и сказал. Сказал и сказал, мне не нужно, да, для того, чтобы написать текст, мне не нужно ничего брать у казны. Спектакль поставить так нельзя, да, спектакль, оперу, спектакль, да, фильм снять невозможно. Значит, дальше либо ты уходишь в позицию, ну, просто выхода из профессии сегодня, либо эмигрируешь и пытаешься делать это же там, один вариант. Либо ты, живя на родине, уходишь из профессии, потому что быть противником Путина, противником не подходить близко к, а как ты в аренду вообще помещений с ним, ты вот в аренду ты берешь, да, даже площадку. Все, ты уже вошел в отношения, ты уже уязвим. Бродский говорил, ходишь в булочную, значит, сотрудничаешь с режимом. Значит, тут дальше уже личный выбор каждого человека. Вменять в вину человеку, кинорежиссеру, который берет деньги в Министерство культуры, режиссеру, да, это как-то глуповато. Это мы, я уже говорил, мы все время делаем замечания заложникам. Мы все время говорим, что ж ты не поднимаешь в восстание, да, у нас все время претензии к заложникам. Ребят, давайте мы сначала сформулируем, что мы в заложниках у бандитов. Давайте сначала это наведем на резкость. А дальше, да, ну, как, собственно говоря, в гитлеровской классике, да, кто-то поднимал восстание, кто-то сотрудничал, и оправдания у тех, кто сотрудничал, были очень серьезные. Правда, потом самые совестливые из них кончали с собой, надо заметить, да, сотрудничавшие. Ну, стокгольмский синдром тоже никто не отменял. Стокгольмский синдром никто не отменял. Нет, тут дальше есть огромное количество градаций, потому что Серебрников и Бабкина – это разные случаи, да, согласитесь, хотя и тот, и другой берут деньги в бюджете. По-простому спросить, если вот сейчас, когда Чулпан Хаматова в том числе сказала, что ей просто страшно, вот после дела Серебря вдруг стало ясно вот ей на примере вот этого человека, который она хорошо знала и прекрасно понимала, чем он занимается, вдруг вот ужас посмотрел прямо на нее. Да, страшно, страшно. Ужаса стало больше? Ужаса стало больше. Ну, у меня-то не прибавилось понимания, у Чулпан Хаматова, видимо, прибавилось. У меня-то не прибавилось понимания в связи с Серебрниковым. Но у многих прибавилось, те, которые полагали, что репрессивное государство не будет иметь к ним отношения, что с ним можно договариваться, что ну все же таки, ну все таки не северная же Корея, да, и так далее. Кстати, да. Да, не северная, нет, не северная, конечно, конечно, конечно. Но я понимаю, что в этом смысле случай с Серебрниковым очень больно ударил по личному самоощущению очень многих. Эта история, все сравнивают с Мерхольдом, я все время повторяю, нет, не Мерхольд, надо вспоминать Бабеля, надо вспоминать Бабеля. Случай Серебрникова, это случай в Лайт, конечно, сильно-сильно Лайт, слава богу, но это случай Бабеля. Никакие дружбы, ни с какой администрацией, ни с каким начальством, да, никакие дружбы даже с теми, кто осуществляет репрессии, не спасут тебя от этих репрессий. Ты не защищен, ты не защищен, братец, даже если ты звезда. И в этом урок, который нам дали сознательно вполне силовики. Ты думаешь, что если ты звезда, что если ты международный, да, международного класса режиссер, если за тебя там половина там Европы будет просить, если ты дружишь с уроком, ты думаешь, это тебя защитит? Нет. Мы решаем. Да. И руки к салазкам. Жесткое, силовое, демонстративное задержание. Опять-таки способ задержания был вполне демонстративный, силовой. Да. Это все месседж, который услышан. И Чулпан, ну она вот, так сказать, выступила как очень точный, нервный, да, вот рецептор. Страшно, конечно, страшно. Еще раз. А что делать теперь вот таким людям, как Чулпан, которые так склоняют на каждом углу по поводу того, что она сотрудничает с властью? Давай оставим в покое Чулпан, потому что я уже об этом и говорил. Любимое занятие половины моего Фейсбука – это обсуждать поведение Чулпана Хаматовой. Бесстрашные люди, бесстрашные люди. Давай оставим ее в покое. Ей тяжело, она чувствует свою ответственность гораздо сильнее, чем те, кто тыча в нее натружными, указательными, цитирую Бродского, да, учат ее жизни. Сейчас всем очень тяжело. Всем, кто многие годы пытался договориться и с собой, и с властью, и с обществом, да, о том, что можно, можно сотрудничать с этой властью, можно быть доверенными лицами, брать финансирование, встречаться, получать награды и быть при этом приличным человеком, потому что я же делаю, я же спасаю детей, я делаю спектакли, я снимаю кино, да, я уже на дожде рассказывал, там, я оперирую, говорит мне хирург, извиняясь передо мной за свое общение с Путином, мне нужно финансирование. Кто мне даст денег? У меня вот 10 операций детских в день, да, мне нужны деньги на них, на детей. Я возьму у любого, кто даст, у того возьму, говорит он мне. И он прав, он прав. Это наша проблема общая. Как сделать так, чтобы деньги на детей, деньги на спектакли, да, чтобы это не было милостью из рук упыря, чтобы для того, чтобы поставить хороший спектакль или оперировать детей и лечить их от онкологии, не надо было дружить с упырем непременно, чтобы это происходило само собой, как в Англии, где совершенно не зависит от отношений с администрацией, я даже не вспомнил, кто там, Кэмерон или Тереза Мэй, для британского здравоохранения совершенно не важно, потому что там есть законы, да, так вот как бы нам сделать так, чтобы это было, да, а они, значит, с одной стороны, конечно, это ответственность моральная тех, кто поддерживали и легитимизировали этот режим, с другой стороны, сейчас тыкать в них пальцами и делать их виноватыми за все, братцы, я не знаю кто, ну, может быть, Новодворская имела бы право делать такие замечания, все остальные так или иначе, да, да, вот мы с тобой сидим на радиостанции Газпрома, да, Медиа, ну, можно и мне сделать замечание и тебе, да, мы коллаборанты, мы сотрудничаем, да, конечно, можно выйти, хлопнуть дверь. То есть вот та польская история, о которой мы говорили раньше, как бы показывать власти, что мы с ней не дружим, она невозможна. Она возможна, но это личный выбор каждого. Нельзя, вот да. Какой может быть выбор, не оперировать ребенка? Нет, секундочку. Ну, дальше, есть такая вещь, как политика, политики, да, партии, движения. Они есть? Нет, я говорю, есть такие инструменты. Если мы, как страна, самоеды, которые так за 25 лет, когда нам уже дали их в руки, да, как мартышки те очки, мы их покрутили, да и о камень, да, все эти демократические инструменты. Ну, это наш, это наша вина и наша беда как нации. И мы как нация за это будем платить, на кого Бог пошлет, да, разумеется. Я только говорю о том, чтобы не переводить разговор, не устраивать профсоюзное собрание, да, вот не устраивать профсоюзное собрание, а отдать себе отчет и желать на каждому про себя. Вот это было бы полезно, конечно. А вот эти муниципальные выборы, о которых все-таки, все-таки мы говорим постоянно, и на которые многие возлагают надежды, и в которых кто-то хочет участвовать, есть вполне адекватных и вменяемых людей. Они могут что-то изменить? Ну, все может что-то изменить, да, это там притча о капле дождя, и, да, которая, да, понятно, что сама по себе капля не меняет, дождь меняет, это все старая притча. Вопрос только в том, что самый честный человек, который попадет во власть сегодня, он что-то может изменить на вот квадратном дециметре. Дальше он упрется в коррупционную систему и должен будет либо встраиваться в нее, либо уходить в Навальный. И это Виктор Шендерович со своим особым мнением. Всем спасибо, всего доброго.